Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Сегодня я покажу вам несколько моих скетчбуков. Меня очень часто просят в комментариях показывать почаще свои скетчбуки. И там, где чисто рисунок, и там, где акварель, и большие, и маленькие. Ну вот, сегодня покажу вам три скетчбука. Какой у нас тут размер? Примерно 20 на 12,5 сантиметра. Этот скетчбук фирмы Моленск. По-английски говорят Моленск. Там на конце есть И, поэтому по-русски, может, даже говорят Моленский. Я уже показывала рисунки в этом скетчбуке. Но я дошла вот именно только до этой страницы. И это был 2020 год. Сейчас я вам покажу, что дальше. Это уже более современные работы. Вот 2021 год. 17 июня. Собачка. Вот это акварель. Это пленарная работа. Вообще-то на этой бумаге акварелью не рисуют. Но если использовать очень мало воды, то, в принципе, можно. Иначе просто вода и краска проходят насквозь. Ну а дальше идёт прямо целая серия животных и птичек. Все эти рисунки были сделаны с фотографий. И чаще всего тем, что было у меня под рукой. Вот ручки. Шариковые. Или там сейчас делают гелевые ручки. Это, в принципе, у меня всегда под рукой. Это зебра на фоне зебры. А вверху зебра бежит. Когда вы рисуете зебру, то она по пропорциям ближе к ослу, чем к лошади. Собачка это моя собачка. Ну, тигры, львы это всё с каких-то там картинок в интернете. Либо с календаря. У меня есть календарь с животными. Я его весь уже нарисовала несколько раз. Вот эта лошадь, это по фотографии в Диснейленде. Там я сфотографировала лошадь с телегой. Вот это, эта лошадь. Здесь опять тигр. А вот это внизу, это просто фантазия. Даже не знаю, что это. Смысла у этого не было никакого. Просто рисовала, что рисуется. Вот это опять, эта лошадь. Или другая может лошадь, но тоже в Диснейленде. И это такие, как фломастеры с мягким концом, почти как кисточка. И ими получаются вот такие интересные линии. Тигр тоже сделан этими фломастерами. Или, как сейчас говорят, маркерами. Вот это уже шариковая ручка. А там тот мотоциклист вверху тоже был сделан шариковой ручкой. Вот здесь лошади, это смесь. Сначала я сделала рисунок шариковой ручкой, а потом добавляла уже маркеры. Вот здесь опять такая интересная по смыслу работа, я бы сказала. Потому что мало что понятно, надо сидеть и думать, делать разные интерпретации. А рисовала я так, всё, что придёт в голову. Вот это летящее фламинго. Я хочу сделать вот такую большую акварельную работу с летящими фламинго. Она так и будет называться, фламинго летят. Но я не знаю, когда я начну делать эту работу. А это будет называться бегут кони. Или кони бегут. Это тоже, кстати, смесь фломастера и ручки шариковой. Многие из этих работ были сделаны сразу шариковой ручкой, без карандаша. Ну, здесь эта пума пьёт воду. На нижней этой дельфин вылез немножко из воды. Это был сентябрь, 27 сентября. Ну, теперь пошли птички. Вот здесь я хорошо подписала, когда это было, 30 сентября. И с птичками у меня вот здесь история подлиннее немножко. Я решила этих птичек рисовать сразу акварелью. Ну, и делать рисунок. И вот для акварели у меня есть вот такой маленький альбомчик. Сейчас я вам покажу, что тут есть. Это воробушки. Это самые первые, которые я сделала. Смысл вот этих акварелей. Делать всё без карандашного рисунка. Сразу начиная с абстрактного пятна. А потом добавлять детали, которые будут показывать, что это за птица. Вот он, этот воробушек. Получается акварелью. И в акварели, мне кажется, поворот головы вышел даже более интересный. Конечно же, там, где рисунок именно, то более правильно по сравнению, откуда я рисовала с фотографией. А там, где акварель, там уже более свободная. Вот эта птичка называется Blue Jay. Это сойка по-русски. И у неё много всякой раскраски на крыльях. Но это в основном тёмно-синяя и белая. Но я решила в акварели оставлять всё-таки более абстрактное, больше как минимализм. Или почти как минимализм. Вот эти птички похожи на снегиря, но это не снегирь. Это тропическая птица. Не знаю я её название. Не помню, надо было записать, но не записала. И потом птичка справа похожа на синицу. Но это не синица, она очень маленькая. Она прямо как вот человеческий мизинец. Так, идём дальше. Вот эта птичка по-английски называется Rampet. По-русски я посмотрела перевод, просто написано Певчая птица. Она очень маленького размера тоже. И у неё вот такой интересный окрас. Вот она в акварели. И если вы будете на числа обращать внимание, то вы увидите, что первую я делала акварель, а потом рисунок. И так почти со всеми птицами. Кроме этой. Не помню, что там за история, потому что я смотрю, что рисунок был 22 сентября, а акварель аж 12 октября. Вот опять этот зимородок взлетает. И это 13 октября. Я могла ещё ошибиться месяцем или числом, потому что, скорее всего, видите, если это было сделано 13 октября, и рисунок справа был сделан 13 октября, а там было 12 сентября. Скорее всего, это должно было быть 12 октября. Я просто, видно, перепутала месяц. Акварельные работы очень быстрые. Вот вся акварель, которую я показываю, 5 минут. На каждую эту птичку уходило 5 минут. Вот это фламинго. Мне, кстати, акварельное фламинго нравится больше. Это тоже спонтанное, никакого рисунка не было. То есть, сначала я сделала это большое пятно, и потом, пока это пятно влажное, я вывела эту шею водой. Просто взяла кисточку влажную и вывела эту шею. И всё, потом сделала детали. Вот здесь летящая чайка. Акварельная работа тоже была такая, быстрая. И здесь моя задача была сделать пятно негативом. То есть, я уже не чайку рисовала, а вокруг чайки. И это без карандашных линий. Надо было вот так всё это вывести. Здесь у меня ещё есть несколько птичек без рисунка. Вот эту птицу название я тоже не записала. И мне кажется, у меня нет рисунка. Акварелью работать легко и приятно и быстро. Вот этот рисунок, он тоже очень быстрый. 10 минут. 5 минут первая заливка высохла. 5 минут детали. Всё. А, конечно же, ручкой надо было уже рисовать дольше. Так, вот это пятно мне очень понравилось. Здесь идея была такая, что, когда это пятно высохло бы, я бы наносила детали. Но оно мне так понравилось, вот именно когда высохло, то уже деталей никаких я не делала. Ну и вот она, эта птичка в рисунке. И я обе эти работы поместила в Инстаграм. И реакция получилась больше на рисунок. То есть, всем как-то больше понравился рисунок. А мне больше нравится вот это акварельное пятно. Наконец-то сбылась моя мечта. Я смогла сделать интересное абстрактное пятно, там, где всё равно понятно, что это. Дальше вот этот рисунок слева, это дятел. Вот здесь птичка. Я тоже не записала название, какая это птица. Вот это рисунок опять дятел. Вот так он должен быть вверх, по идее. Это всё по фотографиям из интернета. Многие из них волей или неволей изменены, но это в основном в акварели, так как всё-таки это более абстрактные работы, несмотря на то, что мы чётко можем даже сказать, какая это птичка. Вот это кардинал, например. Но то же самое, это всё пятна, в которых я только потом несколькими штрихами вывела глаза и клюв. Ага, вот он, этот дятел в акварели. Сейчас его найду в рисунке. Всегда как-то интересно сравнивать рисунок и акварель. Этот рисунок цветной, но это всё карандашом. Вот задний план я сделала карандашом, его растёрла. А сама птичка сделана шариковыми ручками. Я вот смотрю, там и синенькая проходит, и красненькая. Я купила себе набор шариковых ручек разного цвета. Там есть даже коричневая. И получается, что справа это акварель, слева шариковой ручкой. Вот теперь сороки. В Америке очень интересные сороки. В Калифорнии их мало. Там, где более холодно, вот Орегон, или как по-русски Орегон, то там уже сороки есть. Что интересно, они тёмно-синие или голубые. А потом я порылась в интернете, ещё и нашла оранжевых и жёлтых. Так что здесь много разновидностей сорок. По-английски сорока мэгпай. А дальше идёт иболга. Там, где я выросла, на юге Украины, иболги полностью жёлтые. Пару раз, наверное, в своей жизни я видела иболгу. Ага, вот этот кардинал рисунок нашёлся. Я чё-то уже и не помнила даже, что я его нарисовала. И вот по числам видно, что я акварель сделала на несколько дней раньше. А потом уже делала рисунок. Вот так я делаю чаще всего. Сначала акварель, а потом рисунок. И это из-за того, что в рисунке всегда много деталей. И я боюсь, что если я делаю рисунок, а потом акварель, то я буду мельчить в акварели. А у меня была именно задача для себя акварель делать как можно абстрактную. Вот так и эта иболга. Это очень быстрая работа. Вот это всё вместе с этим клювом совсем буквально за 5 минут. В один слой, кстати, просто густой краской. Вот ещё одна иболга. Здесь иболги, они ближе к оранжевому. И у них вот такая вот чёрная голова, чёрная на крыльях. Они чем-то похожи по форме на ласточек, только покрупнее немножко. А иболга, которую я видела раньше, в детстве, она была как-то ближе к голубю, только жёлтого цвета. Ну, только поменьше, чем голубь. Какая ещё у них особенность? У них поразительно длинные ноги. Вот я этому даже удивилась. Это я всё рассмотрела на фотографиях. Ну, вот здесь мне нравится иболга больше, которая нарисована. У неё просто получился более интересный разворот головы. Так, вот здесь ещё одна какая-то птичка. И тоже я на этом остановилась и решила деталей не добавлять. Вот оставить просто вот так, чтобы она была, ну, совсем абстрактная. Ага, здесь у меня палитра, которой я пользовалась. В этой палитре у меня все краски, М-грамм. Я вам хочу сказать, что эту выкраску я переделывала много раз, пока не добилась вот таких лёгких-лёгких оттенков. М-грамм – это сильная краска. И чтобы иметь очень лёгкий, слабый, прозрачный оттенок, её надо очень мало. Ну что, давайте ещё раз я полистаю вот этот альбом, потому что я его постоянно крутила. Я его совсем недавно начала, 25 октября. Вот это уже было 26-е. Потом идёт 27-е. Пока, видите, один день, одна картинка. Теперь идёт 28-е. Но я не рисую каждый день в одном альбоме. У меня их сразу штуки 4 и 5. Вот здесь 29-е. Так, это у нас какое число? Это 31-е. То есть, видите, 30-го нет. Наверное, я акварель делала 30-го числа. Ну, теперь идёт 1-е ноября. Это какая-то куропатка, наверное. По-английски они называются quail. И они у нас тут бегают в парках постоянно. Их готовят обычно в вьетнамских ресторанах. Вкусная птичка, но очень маленькая. Мало мяса. Так, а это аист американский. И у них внизу какая-то такая длинная... Вот это вот висит... Как это называется? Перья, да? Висят такие какие-то длинные перья. И окажется, что волосы. Ну, это кошка. Дальше я решила рисовать людей. И я буду в основном использовать какие-то там кадры из фильмов. Там актёров знаменитых. Видите, начала карандашом. Потому что давно людей не рисовала. И как-то было стрёмно сразу рисовать ручкой. Решила несколько страниц сделать карандашом. А потом ручкой. Вот этот альбом. Это Котмен. Винза-Ньютон. Это слабая бумага акварельная. Я бы не рекомендовала покупать этот альбом. Он у меня есть, потому что мне его дали бесплатно. Каждый раз, когда у нас эти ярмарки художественные проходят, то все эти производители, они привозят свои товары и бесплатно раздают. Ну, здесь я сейчас показываю, что вот тут внизу у птички я немножко как-то замучила это красное. То есть, хотелось бы всё это иметь полегче. Вот как этот голубь. Голубь был легко сделан и очень быстро. Да, акварель – это вещь такая. Чем меньше вы над ней стараетесь, тем лучше она получится. Ну что ж, вот и всё на сегодня. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что вам понравились мои рисунки. До свидания. Всего вам хорошего. И возвращайтесь на мой канал. Спасибо.